В мае 2020-го жизнь Натальи Вороновой разделилась на до и после. Коронавирус внёс коррективы в её привычный быт. Десять дней реанимации и ещё три недели на больничной койке заставили сильно задуматься о своём здоровье. Вирус дал осложнение на зубы и коленные суставы. Именно поэтому она решилась на прививку. Первый компонент её организм принял хорошо. Сегодня вводят второй. У меня не было никаких симптомов. Как будто таблеточку выпила или как комарчик укусила. Я так переболела, поэтому я не хочу больше так болеть. Это было очень серьёзно. И всем семье сказали, что только прививка, потому что так болеть не надо. Это очень тяжело. Процедурный кабинет сегодня развернулся на заводе биотехнологий. Перед введением препарата – опросы, осмотр врача. Плюс – кардиолог и невролог измеряют пульс, давление, уровень сатурации. К слову, среди желающих привиться не только работники, но и их родственники. Медики готовы принять любого желающего. Доз для этого хватает. Понимая опасность этого вируса в связи с его последствиями тяжёлыми по воздействию на человека, мы все, медики, стараемся сделать как можно больше сегодня прививок. Мы видим сегодня активное желание со стороны населения. Мы видим сегодня, что люди тоже уже озабочены состоянием своего здоровья. И создаём все условия для того, чтобы все возможности наши реализовались совместно с желаниями наших граждан. Сейчас вакцины есть во всех поликлиниках города. Чтобы записаться на процедуру, нужно обратиться в регистратуру. Сделать прививку можно с 18 лет. Стоит отметить, после необходимо продолжать соблюдать масочный режим, гигиену рук и социальную дистанцию. В нашем городе и в нашей стране используются сейчас два вида вакцины. Это китайская вакцина клетки Веро и вакцина российского производства. И производство Республики Беларусь – это ГАМ-Ковид-Вак или спутник ВИ. В стране разрабатывается и собственная вакцина. Над её созданием трудятся пять лабораторий. Скоро начнутся испытания. К осени завершат разработку опытного образца и уже в следующем году начнут производство. К концу 2022-го планируется привить 60% населения Беларуси.